1 октября в Людовом Творце Хумо в Ташкенте состоялся концерт российской певицы Полины Гагариной. Среди пользователей узбекского сегмента соцсети вызвал жаркую дискуссию не сам концерт, а устроенный после него банкет, а именно распущенное поведение дочерей и зятьев президента Шавката Мерзияева, занимающих высокие посты в стране. На распространенной в интернете видеозаписи видны дочери и зятья президента Узбекистана Шавката Мерзияева, которые хором распевают песню «Обезоруженно». Напомним, распущенное поведение близких президента Мерзияева, в частности младшего зятя Атабека Умарова, который, кстати, является заместителем главы президентской службы безопасности, попадало в общее обозрение. Так, например, в последнее время в социальных сетях распространилось несколько видеозаписей с участием зятя президента Мерзияева, на которых видно, как Атабека Умаров встречает российских спортсменов и блогеров в Узбекистане за счет бюджетных средств, как иностранных министров или президентов, организовывая длинные кортежи на дорогих автомобилях, перекрывая дороги для проезда российских блогеров. Напомним, что аналогичный образ жизни вели дочери президента Каримова, старшая из которых сегодня отбывает срок лишения свободы, которому она была приговорена после смерти своего отца. Махмуд Абдулмумин, узбекский блогер, прокомментировал ситуацию следующим образом. Во-первых, если изучить вопрос о том, на какие средства построена Хума-Арена, то станет ясным, что потраченные на это миллиарды – это деньги народа. Общеизвестно, что в этом здании проводятся различные неприемлемые исламом развлечения. По поводу дочерей и зятьев президента и госчиновников, а именно того, что они тратят огромные средства на развлечения, конечно же, они тратят средства из госбюджета, а не из своих карманов. Это явление стало обыденным для правителей и их приближенных в странах Центральной Азии. Во-вторых, президент почти во всех своих заявлениях громогласно заявляет об исламе и исламской идентичности народа Узбекистана, в то время как в Хуму-Арене женщины в полупрозрачной одежде катаются на льду и распиваются алкогольные напитки. Все это совершенно никак не совместит с исламом. Глубоко противоречит менталитету и обычаям народа нашего региона. ИНТРИГУЮЩАНОМА